Я иду и кайфую. Мне кажется, что все на меня смотрят, а я так нереально вкусно пахну. И все такие, мам, мам, что она пахнет? Дэнь, ты замри, ты мама, смотри. Невозможно, гляд. Он не замрёт никогда. Или вот так, или вот так, или вот так. А из нашего окна площадь целая видна. Как будто мы в клубе где-то. Да. Класс. Вы видите мою скорбь на лице? И счастье моего сына. Кухня грозоты. В общем, я пришла, села на стоматологическое кресло. Привет, Москва! Ой, короче говоря, меня высыпало. Я думаю, что это от солярия, насколько я знаю, он немного снижает иммунитет. Хотя, ну, у каждого по-разному, но у меня снижает иммунитет. И часто у меня простуда на губах высыпает после похода в солярий. Поэтому я сейчас буду повышение иммунитета повышать. В аптеку зайду, короче, что-нибудь куплю противовирусное, жидкое. Короче, встретимся внутри. Мы с Кристюшей. Малышня утомился, уснул. Любашка побежала по делам. Приводить себя в порядок, красить волосы, ногти, короче, все делать. А мы приехали в метрополис, я сто лет здесь не была. Именно в этом метрополисе я работала в Адидасе продавцом-консультантом. Несколько месяцев. И мне, честно говоря, нравилось. Я не буду так близко себя показывать, чтобы вы не видели мои губы. Я их на самом деле особо не стесняюсь, но лучше встречаться и как-то снимать в хорошем виде, чем в таком, правда? Вот. Ой, столько тут всего, столько магазинов. Короче, первым делом аптека. Давно меня здесь не было, и туалеты до этого здесь были совершенно другие. Смотрите, какой дизайн. Все под зеркалами. Водичка, и все на сенсоре. Мыло на сенсоре. Сушилка тут же рядом. Очень все клево. А Кристинка, она смотрит, зеркало огромнейшее просто. Смотри, не хочу. Очень все красиво сделано. Я сначала подумала, что это, короче, не лифты, а это такие вход в туалет. Настолько все интересно сделано. А у нас с Кристиной счастье. Посмотрите, она так редко улыбается, а сейчас она счастлива. Вообще, короче, мы сейчас встретили одну из моих подписчиц. Она задарила нас подарками. Она сама делает духи, я уже вам говорила о ней. И, в общем, самые кайфовые ароматы вообще. Вот помните, например, Том Форд, Тобака Ванила был. Она, короче, дала еще похожий, Джо Мэллоун похожий. Он вообще кайфовый, он еще лучше. Я сейчас им надушилась, я просто иду, и мне хочется танцевать. Вот. У Кристинки Блэк Опиум офигенский. Еще Джо Мэллоун там классный, свежий аромат такой. Брату Герлен. Сейчас, короче, придем. А мыло она еще наделала, подарки Дэнни на день рождения. Короче, сейчас мы сядем в кафе, мы вам все покажем вообще. Мы счастливые. Спасибо, Настенька. Я ссылки на нее оставлю внизу, потому что у нее офигенные цены. Она офигенный человек просто от души. Блин, ну я просто в шоке. Я хожу сейчас и вот вкушаю этот аромат, который мне сейчас надуханилось. И просто я даже не представляла, что аромат и духи могут поднимать так настроение. Я иду и кайфую. Мне кажется, что все на меня смотрят, а я так нереально вкусно пахну. Мы все такие, вау, вау, что она пахнет. Хотелось бы узнать, да стесняемся подойти спросить. В общем, смотрите. Начну с чего, с чего, с чего, с чего. То, что я рекламирую, это, короче, Джамалон Паммегрант Ноир. Кто знает, вот такое название. Мне, честно говоря, вот этого флакона хватит. Я не знаю, здесь 30 миллилитров, да, по-моему? Мне кажется, хватит просто на очень долго. Дальше. Это свежий аромат, Джамалон Нектарин Глоссом. Он очень свежий, классный. Я прям такой вот хотела аромат. Прям супер-купер, мне очень нравится. Очень. Дальше. Брату, 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 брату. Герлен Холм. Ну, сами понимаете, Герлен классика. Скажи, что это я выбрала? Герлен Холм? Я, ну, с тобой... А, ты говоришь, Герлен, может быть, я вспоминаю, да. Ну, просто выбор был. И Герлен Холм, да. Вообще шикарное место, нам не стремают. Он прям, да, мужской, офигенский. Я думаю, брату понравится. Да, она. Кристина, дай, дай, дай. Дальше. Как всегда, она порадовала нас вот таким вот мылом. Смотрите, а там еще желе. Оказывается, это такое желейное мыло. А, это она делала у тебя крылья ангела офигенские. Ну, как всегда, короче, да, вот эта красота. Я так жалко мылить, но как подарок, как презент. Это вообще просто шикарно, нереально. Человек делает все своими руками от души. А вот то, что она сделала на день рождения Дэннику. Смотрите. Внутри мишки. Видите мишки? Да, в жиле, они раньше кушали такие. Да. Дэнни годик. Смотрите. Ой, вообще, это камера. Сейчас аромат такой, я открыла, аромат идет огромный. Смотрите, человечек. Всякие вот такие вот штучки. А вот это желе. А так приятно. Это тоже можно мылить. Она говорит, вот когда он будет ручки мылить уже. Но пахнет как-то. Пахнет вообще нереально. Я просто близко себя не показываю. Можно брать? Да. Хочется съесть. Она говорит сначала, ну, когда он подрастет там. Ну, точно есть мишка. Кто будет мылить. Я говорю, я думаю, ты сейчас скажешь, может и есть. Думаю, вот на радость ребенку. Короче, очень необычное. И у меня такое большое. Ну, понимаете, да? Для взрослого. Она говорит, что некоторые даже на стены клеят. Крис, а тебе что подарили? Мне подарили. Я вообще так не ожидала. Такой милый букетик. Ахи-хи-хи-хи. Просто от счастья до речи потеряла. Да. Вот такие вот духи, о которых я мечтала. Как называется? Исаларан Блайкопиум. И вот он раскрылся на мне. Я просто в восторге. Я действительно мечтала о таких духах. И вот они у меня теперь есть. Такое ощущение, что сейчас Новый год. У тебя даже еще горит сзади, смотри. И ты такая, праздник, ура, подарки. Вообще просто. Ну, тебе очень идет этот аромат, кстати, Блайкопиум. Я думала... Я давно хотела, и просто мне было жалко денег саму себе подарить в магазине, купить. А здесь, там же цена, наверное, если даже покупать будет, даже побюджетнее, да? У Насти? Да. Да у нее вообще цены, я не знаю. Я бы на ее месте в два раза поднялась. У меня есть в страну. Моя Виктория тоже хотела. Исаларан Блайкопиум. Мы вдвоем с ней мечтали об этом запахе. Реклама еще шла. Видели? Видели? А кто это снимается? Не помню, кто снимался. Такая черная... Черный флакон такой, посередине розовый кружочек. Это вот они. Класс. Ну, мне нравится. Моя красинка будет так пахнуть. Анастасия, большое спасибо. Я просто под впечатлением. Моё день рождения продолжается. Вот такие замечательные цветы. Скорее всего, я в них купаться не буду. Ну, посмотрим. Нюхать будешь? Я буду поставлю их возле ванны и буду наслаждаться цветовой гаммой. Смотри, там кто-то просыпается. Ну, может быть, потом искупаюсь. Деня! Деня! Тебе подарки тут надарили. День! Ты так долго и крепко спал. Ты мой котенок. Мама соскучилась. Смотри. А что написано? Глянь. Дени, кофе. Настя подарила с Майли Ольсом. Смотри. Класс. А вот жилейка. На канаву очки возьми. Смотри. Дени, Денька. Смотри на другой. Смотри. Ай, сейчас урон. Тихо. Ай, мама поймала. Все, вырастешь, будешь мылиться. Класс. Огонь. Все. Мы ждем наше кофе сейчас. Пьем таблетки. И кастрюлю. Еще понравилось. Ты понравился? Денис. Он просто сон и сначала не понял. Денис. Классно. Классно. Маму поцеловать ребенка не может. Это пытка. Это пытка. Это пытка. Зато другая мама может поцеловать. Да, мама. Сделай здесь. Вот он маленький. Нам рубашка подарила. Какую петрушку классную. Вообще. Мы с ней вообще не мерзли. Здравствуйте. Здравствуйте. Это пустота тарц. Я тебе угощу. Это что такое, Нань? Это тарц. А это тарц. Да, все верно. С кофе, с курицей. Тарц с курицей, я хочу шум. Спасибо. Пожалуйста. В общем, взяла себе для профилактики арбидол. Все сейчас развела. Благо, у меня кипяченая комнатная вода, охлажденная есть. Все сейчас развела. И представляете, это написано взрослым 40 мл. А ложечка на 5 мл. Мне что нужно выпить? 8 ложек. Да. 8 ложек. Так много, кажется. Я, наверное, сделаю 5 ложек. Страшно мне что-то. И намажу ацикловиром. Все. И мы пойдем дальше по магазу. Вот они побежали. Да. Кристинка за ним уходит. А он чисто разглядывает витрины, да, подходит к людям. Знакомится. Заказали такси. Ждем. Обожаю торговый центр Метрополис, на самом деле. Много где здесь походили. Но, к сожалению, тут нет моего любимого магазина. Дэня. Да. Иди к маме. Дэнь. Так, пошел поискать. Дэнь. Я маме не нужна уже тебе? Руки, руки убери. Руки убери. Кристинка. Таракашку эту. Побежал, побежал, побежал. Дэня, тебе что, подарили шарик? Дэнь, тебе что, шарик подарили? Подошел мальчик, подарил шарик. Маленький тоже мальчик. И теперь мы с этим шариком. Теперь два шарика. Теперь два шарика. Шарик несет другой шарик. Вот так вот. Вот так вот. Такая зяка моя зяка. Побежал. Дэнь, давайте сфотографируем. Пусть. Дэнь, замри. Дэнь, замри, мама сфоткает. Дэнь, ты замри, ты мама сфоткает. Невозможно, Гляб. Он не замрет никогда. Откуда иди от меня. Мы с девчонками вышли, приехали в европейский ТЦ. Потому что здесь мой любимый магазин River Island. Я вчера, вчера были в метрополисе, короче, и... А там его не было. А сегодня мы приехали в европейский. Блин, ну что за лифты? Ну что за лифты? Лифты, лифты, лифты. А чё какая-то здесь не накрашена? Давайте чекиниться, давайте чекиниться. Или вот так. 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 Столия не была в европейском, и сразу мы захотели покушать. Такое прикольное место с таким видом вообще. А из нашего окна площадь целая видна. Это что у нас? Кутузовский, нет? Да. Он продолжается что-то. Кутузовский. А вот в самом это бургерная такая. И вот очень прикольный дизайн. В общем, мы сейчас закажем бургеры и сожрём их. Блин, привезли бургер. Привезли, да. Привезли. Принесли бургер, короче. И мы так набрали. Я успела в сториз закинуть. Но вы даже уже и не увидите, когда этот влог выйдет. Поэтому остался кусочек. С него капает просто. Очень вкусно. Мы взяли фирменный бургер. Короче, бургерная, в европейском. Вообще, такое классное. Какая-то жёлтая булочка. Не знаю, мне кажется, может она яичная. Короче, мы кайфуем. Я рекомендую. В общем, всё. Мы выходим из бургерной. И вот нам нравится вот этот фон. Сейчас, короче, мы здесь будем фоткаться. Если фотки получатся, конечно. Или вот так. Или вот так. Как будто мы в клубе где-то. Я зашла в Лео Джо и увидела вот такую охренительную куртку. Просто бомба. Я, правда, маленький размер одела. Но мне хотелось посмотреть, как она на меня. Смотри. Да. Класс? Ты можешь чуть-чуть медленнее, чтобы красиво было. Классно, классно. 75 тысяч. Размер маленький. В плечах, наверное, да? Не, она везде. Так, блин, я стенку снимаю с ней. Держите. Спасибо. Да, очень. Жалко, что погода испортилась резко. Вы видите моё скорбь на лице? И счастье моего сына. Нету Ривера Айленд. Вообще, вчера в метрополисе. А я посмотрела, он закрытый. Сегодня я думала, может, только в метрополисе. Оказывается, он и здесь закрытый. И, короче, до них не дозвониться, чтобы узнать. Может, у них есть отдельный магазин. Мы на контрасте с тобой, сын. Мать грустная, а ты счастлив. Чего ты пальцы грызешь? Я могу только вот так. Спасибо. У тебя написано, что это лего. Девочка увидит. Это с лифта, надо уходить. У тебя утряло голову. Делать ногти. Дискотика. Короче, девочки это ногти делают. На кухне мы тут сидим. Я монтирую для вас видос. На кухне красоты. Девочки, давайте, спойте. Раз, два, три. Кухня гроза. Ты. Школьное время. Когда вот так у кого-то собирались. На квартире. Тухну. Что? На квартире. Пижамная вечеринка. Да. Почему ты не в пижаме, Люба? Нет, а главное за столом-то сидит Селена. И поэтому у нас маленький столик. Селена просто заняла офис. И девчонкам приходится вот в таких вот спартанских условиях делать ногти. Потом покажем, что за ноготочки у Кристинки получили. Я первый раз кому-то делаю. Да. Я уже почувствовала, как люди думают, а она мастер? Как можно к ней попасть на приём? Слушай, ну а если кто-то захочет, чтобы ты накрасила ногти, ты как? За сколько вы это сделаете? Кухня красоты. За 300 рублей. Чё так дорого? Кристинка, прости, у меня со зрением плохо. Сейчас я открою приложение увеличительного стекла. Да ты 100 пудов это для видео делаешь, чтобы поржали все. Костяные, я тебя так люблю. Да все мастера на самом деле под лампами работают. А здесь у тебя света вообще нет. Красивый цвет, да? Ну там надо было в два слоя. Розовый всегда беспровержный вариант. Ювелирная работа. Ну-ка, Крис, покажи результат. Да не так, вот так просто. Вау. Вау. И мои такие франчики. Классно очень. Так что вот, иметь дома лампу и шелак можно творить чудесно. Смотрите, так темно, а на самом деле, на самом деле, всего лишь 3 часа дня, Москва, холод, короче, все вот, вот, все вот так. Мои Крестюшки, мои Данюшки. Надели его тепло, соску засунули, и все, вот, ему кроме, в такой погоде, как моргать, вот, больше ничего не остается. Короче, едем сейчас, опять делать дела всякие разные. Такая погода, что хочется спать. Я вот уже красивее не говорю, мы сегодня проснулись, вообще, начало первого, представляете? Даже малой мой спал еще дольше, он в час вообще проснулся. Видимо, погода действует. В общем, такие дела. В общем, едем там, что? Короче, едем. Привет, мои хорошие. Сегодня вы делать виниры. У меня еще не до конца зажила простуда, я ее сейчас намазала так, чтобы пока я шла, она проходила. Я знаю, что обычно стоматологи не берут с простудой, но моя доктор не знает об этом, и я ее буду просить умолять, чтобы она что-то придумала, потому что, честно говоря, ну, а как еще по-другому? Я уже какой раз планирую сделать зубки, и все что-то не получается. Сейчас все условия сошлись, единственное, вот, простуда просто меня подводит. Все находится это недалеко от дома, где я останавливаюсь, вот, поэтому я иду пешком туда. Я немного переживаю, но вся в предвкушении. В общем, я пришла. Очень красивое место, на самом деле, очень аккуратное. Ну, то есть, это не просто какой-то кабинетик, здесь целый офис. Классно. Стоматологическая клиника, да, это вот. Куча кабинетов здесь. Я думаю, очень много мастеров, очень много чего делают. В общем, ждем наше время. До красоты осталось совсем немного. В общем, я пришла, села на стоматологическое кресло. У меня уже, на самом деле, мои простуды, несколько дней, и то есть, уже, ну, корочки. И сказали, что ничего страшного можно, то есть, вошли в мое положение, что я так издалека приехала, и, в общем-то, ничего страшного. Если бы было, конечно, свежее, то уже думали. Серьезно, но мне повезло. Давай, маме, помогай, чемодан. Закрывай, давай, полез. Все, закрывай. Дальше путешествовать с тобой поедем. Погостили, и хватит за такая. Потом приедем, попозже. Дядя. Все, ты помог мне, молодец. Все хорошо. Все, закрыли чемоданчик. Спасибо. Вот какие молодцы. Кубарнак. Видите? Дядя. Ой, дай замерю твою эту шутку. Я хочу все себе купить, кстати, вот эту штуку. И все, не знаю, мне кажется, я рассказать даже не буду. Почему? Не знаю. Я хочу теперь стриженую. Да, хорошо. Давай. В общем, сегодня я ходила к стоматологу и сделала зубки. Нижние. Ура! Я буду снимать вам видео. Мне теперь хочется как-то разговаривать нижней челюстью. Вот так. А-а-а. Я вам сниму отдельное видео. Все там покажу. Расскажу свой опыт. Расскажу свой опыт с винирами, с зубами. У меня есть разный опыт. Дорогие, недорогие. В общем, скажу свои плюсы, минусы. В общем, смотрите отдельное видео с винирами. А пока я жду, пока заживут мои раны. Задолбали уже. Субтитры сделал DimaTorzok